Несмотря на то, что здесь банки расположены в порядке от 1 до 26, есть, скажем так, самый прозрачный банк и менее прозрачные банки среди крупных украинских банков, я бы все-таки скорее говорил о неких уровнях, да, вот есть такое умное слово стратификация, деление на слои, да, я бы просто обратил внимание, что есть группы банков, у которых действительно исторически, я хочу сказать, подчеркнуть, что из года в год ситуация, как правило, повторяется. Есть более высокий уровень раскрытия информации, кто-то гораздо меньше уделяет этому вниманию. Первая тройка банки с достаточно приличным, на наш взгляд, уровнем раскрытия информации более 70%, в принципе, все эти три банка вот в течение последних лет так или иначе были в первой пятерке банков по уровню раскрытия, то есть, скажем, изменчивость результатов от года к году, она не сильная. Приватбанк, который в этом году на первом месте, также занимал первое место два года назад, в прошлом году, правда, он выскочил, спустившись на четвертое место, но вот в этом году он вновь на первом. Банк Пумп занимал первое место в прошлом году, в этот раз, видите, с минимальным, с небольшим отрывом, он занимает второе место, то есть, банк тоже стабильно входит в тройку самых прозрачных банков. ВТБ банк, как и в прошлом году, на третьем месте. Упомяну, может быть, еще четвертый и пятый банк, Укргазбанк исторически тоже очень близок всегда к лидерам, в прошлом году это был второй банк, в этом году результаты чуть похуже, но все равно это банк с высоким уровнем раскрытия информации. И банк Киевская Русь, вот, наверное, единственный банк, который приблизился к лидерам вплотную, он не показывал таких высоких результатов ранее, он один из наиболее динамично развивавшихся в последнее время.